Всем здарова народ, с вами Сноя Медрик и что ж, мы продолжаем чемпионат мира за сборную Аргентины. Перед тем, как мы начнем, хотел бы сообщить, я зарегистрировался в БК MostBet, поставил 20 тысяч рублей на экспресс из матчей Лиги Чемпионов с коэффициентом 5.5 и выиграл 110 тысяч рублей. Все это за один вечер. В MostBet в среднем все коэффициенты выше, чем в других бухмекерских конторах, а все спорные ситуации решаются в пользу клиента. Кстати, деньги на карту пришли тоже быстро, поэтому ставьте MostBet и зарабатывайте больше, чем наши футболисты. Ссылка в описании. Ну и хотел бы вас спросить, где вы делаете ставки на спорт? На что советуете поставить? Пишите все это в комментариях, и я лично выберу лучший прогноз. Обязательно подписывайтесь на паблик MostBet ВКонтакте, ссылка в описании. Ну а мы продолжаем. Да, ребят, я, получается, простоволосился в очередной раз, и мне пришлось заново переигрывать так, чтобы я в 1.4 встретил сборную Испании, чтобы все было по-честному. И, к сожалению, во время симуляции Месси почти не забивал. Вот так вот. Но, тем не менее, мы приступаем к следующей игре. Будем играть сами, будем играть за сборную Аргентины, и, конечно же, конечно же, перед тем, как играть, я посмотрю на состав. Кстати, больше всех забивал в этом составе Павон. Вот это вот вообще интересно. И в составе у нас также дофига других игроков. И вы понимаете, ребят, то, что всех я поставить туда не смогу. Плюс еще у нас есть в составе Икарди, который никогда за сборную, даже на чемпионате мира, вроде бы, не играл. То есть, были, да, моменты, когда он взывался в сборную, но что было на крупных чемпионатах мира... Чемпионатах мира? На крупных чемпионатах он не играл. Так что, не знаю, я, в принципе, тренер такой. Новичок. Я хочу использовать Икарди. Да. Так что, не знаю, как они будут на поле с Месси смотреться. Но будем играть вот таким вот образом. Плюс еще, наверное, я в опорной зоне. Ладно, давайте оставим Маскерану там. Хотя, этот парень поинтереснее будет. Хотя, не знаю, не знаю. Переса, что ли, оставлять? Ладно, пускай... Вот этот парнишка выходит сейчас на ЦП. Маскерану будет играть на ЦОПе. Да, вы возрастные игроки, но ничего страшного. Банега будет играть у нас на ЦПе. И что ж, если что, у меня всегда есть Павла Дебала. Кстати, давайте сразу его вместо Павона, наверное, поставим или не будем. Блин, не зря же Павон сбивал столько мячей. Давайте Павона и оставим в составе тогда. Что ж, выходим на этот матч. Выходим, чтобы побеждать. Легендарные пять минут ясно. Погнали. Чемпионат мира в России, Сочи, стадион Фишт, Испания, Аргентина. Что может быть еще лучше? Мы вспоминаем сейчас чемпионат мира. Да, ребятки, я тогда обещал. Обещал, что выложу карьеру, точнее, чемпионат мира за сборную Аргентины. И я выполняю свое обещание. Я обещал вам это. И вот он. Вот она карьера. Точнее, вот он чемпионат мира. И в результате вот так вот выглядит у нас турнирная сетка. Да, там сборная России, кстати, вышла в плей-офф. Удивительно. Хотя она и в реальной жизни вышла. Но в игре ей давали прям мизерные шансы. Но вы все помните, как закончился чемпионат мира для меня за сборную России. И где-нибудь внизу есть ссылочка на этот чемпионат мира. И можете посмотреть. Можете посмотреть. И вот состав сборной Испании. Отметить можно, конечно, Дехею. Отметить можно каждого из игроков. Потому что здесь собрано Барселона и Реал Мадрид в основном. Ну и также есть игроки, которые приехали с других чемпионатов. Вон, есть даже у них в составе Сильва из Манчестер-Сити. Что ж, наш состав уже видели. Приступаем к игре. Ребят, два шага осталось до финала. Два шага. Мы должны сделать эти важные два шага и должны победить. Вперед! Вперед, Аргентина! Вперед! К победе. Бонега пробивает отсюда. Не попадает в игрока. Димария. Подача. Удар головой Талифико. И добивание. От Аменди. Это 1-0. Третья минута. И мы уже повели. И сделал это. От Аменди. Но ведь первый удар был Талифико. Именно этот парень пробивал. И именно этот парень пробивал. Ну а кто подавал? Угадайте, ребят, с двух раз. Сильва с мячом. Передача в центр. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Не давать мату пробить. И мату сбивает. Вот так вот. Быстро. И буквально через несколько минут после моих слов о том, что не надо давать сопернику пройти. Белье тонко. Удар Павона. И выше ворот. Хорошая передача на Белье. Ну и тут нужно штрафное ставить. Да. А мы знаем, кто у нас обычно исполняет. Это Лионель Месси. Ну и Месси. Давай. Заколоти этот мяч. И да. Мастер штрафных. Лионель Месси. Парень красавчик. Парень молодец. Парень машина. Если бы у меня остались те самые сейвы, когда я записывал первые серии, то, ребят, сейчас бы у Месси было бы уже шесть мячей. Ну и посмотрите на этот штрафной. Великолепно исполнил он его. Просто великолепно. Типичный мяч для Лионеля Месси. Ничего сложного. И счет на табло 2-1. Весело начался матч. Очень весело. Карвахаль. Удар косты. Хорошо играет у Тармани. Хорошая передача на Белье. Белье бьет. И да хе. Какой сейв. Белье. Маскирано. На Демарею. И Демарея забивай. Сейв Дехеи. Ну и первая половина подошла к концу. Что ж. Неплохо. Неплохо играли. Атаковали. Показывали себя. Да и вообще молодцы ребята. Давайте вместо Павона выпустим Дебалу. И я бы еще посмотрел на фланги. Наверное на Икарде. Пускай Месси так и будет играть. ЦФД у нас. Икарде выйдет на фланги. Будет смещаться в центр частенько. Ой-ой-ой. А такому нельзя давать пройти. Это косты мог пройти. Ну вот там Менди великолепно сыграл. Меркадо. Молодец. Так и тут разыграть можно. Демаре. Дебала. На Месси. Месси. Месси сам. Месси бьет. И добивание. Икарде. И выше ворот. Мать твою за ногу. Месси. Хорошая передача на Икарде. И вот она атака. И так атака подвигается по флангу. Передача в центр пойдет. Пошла. Но она читаемая. Банега. Тонко. И забивать нужно Месси. Да. Это 3-1. Победа считаю у нас в кармане. Это Месси. Ай да молодца. Дубль Лионеля Месси приносит нам победу. Что ж. Посмотрите. Посмотрите на этот момент. Великолепный передач от Банеги. И как Месси пробил. Почти не задумываясь. Увидел свободный угол. И кинул мяч туда. 23-83 минута. Это все Лионель Месси. Плюс еще гол от Аменди конечно же помог. Месси с мячом. Месси бежит. Месси забивай. И что? Где? Момент. И Дехея опять тащит. И что ж ребят. Ну все. Все. Мы проходим дальше. Именно так. Аргентина в 1-2 финала. И остается всего шаг до финала. И 2 шага до Кубка Чемпионата Мира. Ну а лучшим игроком встречи признан Лионель Месси. Кстати Павон сыграл лучше чем Дебала. Так. Ну что ж. Кто дальше проходит? Германия. Дальше у нас. И в финал у нас проходит Бразилия. Нифига себе. О. Лионель Месси. Всего-то ничего по идее осталось. А. Да. Для Лионель Месси все равно лучший бомбардир. Так что ребят. Вот так. Ну а матч с Германией вы уже увидите в следующей серии. Чтобы такую интрижку сохранить. Которая будет вот скоро. Да. Я все смонтирую в один день. И выложу все в один день. Вот такой вот я. Постараюсь все это сделать ребят. Прям как можно быстрее. Так что не забываем подписываться на канал. Ставить лайки. И оставлять комментарии. Ну а с вами был Медрик. Всем удачи. И до скорых встреч. Друзья. Давайте вместе вспоминать чемпионат мира по футболу. И напишите самый лучший момент чемпионата мира по футболу. 2018. Чтобы я прочитал такой. И сказал что. Вот эти ребята. Приятного аппетита. Продолжение следует...